Мы ничего не взрывали, пусть разбираются те страны, в чьем территориальной юрисдикции все и произошло. Это ответ Вашингтона на обвинение в подрыве северных потоков. Ответ официальный. Это заявил представитель Госдепартамента Тед Прайс на брифинге со СМИ. Каково? Не, ну мы запросили это самое совещание Совета Безопасности ООН по этому поводу, во-первых. Во-вторых, китайский МИД выступил сегодня тоже с заявлением по поводу необходимости расследования этих взрывов. Ну потому что если кому-то можно это сделать один раз, то значит это могут сделать еще раз и еще. Поэтому понятно, что американцы будут по этому поводу все отрицать. Но вот эти вот разговоры о том, что пусть разбираются с этим те, в чьей юрисдикции все это находится, ну пусть разбираются. Но дело в том, что они же сказали, что это не Россия, тогда пусть разбираются кто. Даже сам факт того, что они заявили, что это не Россия, но это уже практически косвенное обвинение США, потому что больше никто не мог. Тогда, значит, если это не Россия, тогда это или сами немцы, или американцы, а больше некому. Британцы. Британцы. Но в любом случае, если это не Россия, то это или сами немцы, или союзники Германии по НАТО. Поэтому, ну, такая отмазка, в общем, довольно хилая. Хилая. Вот. Ну, не знаю. Я думаю, что, еще раз повторю, нам надо эту тему как бы качать, потому что это фактически акт международного терроризма. Вот они нас обвиняют в том, что мы террористы и так далее. Это акт международного терроризма, совершенный государством. Совершенный государством, причем, ну, так, полномерно. Вот. А то, что это внутри НАТО, как бы, ну, это еще пикантнее. Вчера Сергей Лавров, тоже общаясь с журналистами, сказал, что Дания и Швеция уже полгода не отвечают на письма премьер-министра Михаила Мишустина. А он, вот по словам Лаврова, очень вежливо еще полгода назад предложил назначить какой-то контактный лицо, с которым можно вести разговор по поводу северных потоков. Поскольку произошло это в территориальных водах в зоне Швеции и Дании, а трубопроводы являются собственностью российской компании, вообще не отвечают. И Лавров сказал, что это молчание, это попытка, ну, собственно, собственной ответственности затушевать. Вообще не отвечают, понятно. И, конечно, мы очень вежливые все время, вежливо спрашиваем, вежливо. Надо вежливо взорвать трубопровод из Норвегии в Польшу. Да, вы уже это предлагали. Да, будет очень вежливо. Я считаю, что это совершенно нормальный ход в данном случае. А что они сделают тут, скажите? Вот мы взорвем эту трубопроводу, тоже скажем, мы здесь ни при чем. Они скажут, нет, это Россия, это международный терроризм, ну, дальше что? Вы же понимаете, что в этой ситуации их поддержит весь Запад. Ну, и пусть поддержат, дальше что? В данном случае все молчат. Нет, понимаете, Наталья, тут просто вот такая мотивация, она лишает нас вообще способности действовать. Мы не можем ничего сделать, потому что их поддержит весь Запад. Тогда, значит, мы делать ничего вообще не можем? Нет, ну, я считаю, что это неправильно совершенно. Тут, понимаете, вот точно так же, как они ломают, так сказать, да, вот эти рамки, точно так же, как они, значит, расширяют вот эти все эти окна Авертона, открывают, да, как это, значит, модно говорить. Вот так же должны делать и мы. Вот точно так же. Потому что иначе мы не сломаем, как бы, эту логику. Пока они не поймут, что они, на самом деле, не рулят этой ситуацией, пока они не поймут, что это будет иметь последствия, они вообще, так сказать, ничего не изменят в своей политике. Они так и будут, да, вот делать, да. Мы это можем делать, а вы не можете, потому что против вас будет весь Запад. А вы вообще не верите в разговор на площадке ООН, где вот запросили? Вообще не верю. То есть вот все равно все глаза в стол, да, будут? Не верю, да. Но, предположим, слушайте, предположим, в совбезе ООН, скажем, сейчас что-то обсудят. Предположим, даже, значит, мы изложим свою позицию, как бы, да, ее кто-то услышит. Но решение Совета Безопасности, он в любом случае будет, если оно в нашу пользу, вдруг оно будет заблокировано американцами, как бы их союзниками, вот, которые там находятся. А значит, вопрос этой площадки только в обсуждении и привлечении внимания. Поэтому о решениях вообще речи быть не может. Никаких решений здесь не будет в любом случае, да. Это только, ну, факт обсуждения и возможности привлечения внимания, там, условно говоря, там, СМИ, экспертов и общественности, там, политиков и других стран к этому обсуждению. Больше ничего. То есть надо ли эту тему качать? Надо. Эту тему качать надо. Но думать, что мы из нее что-то такое, так сказать, вот быстро и однозначно сможем получить, нет, не стоит. Этого не будет. А если американский журналист Сэймур Хёрш все-таки откроет свои источники, ну, естественно, сбежит, по примеру, Сноудена? Ну, а если американский журналист Сэймур Хёрш вдруг, например, возьмет и опровергнет все это, и скажет, что все это фальшивка, и ему, на самом деле, подсунули неверную информацию, тогда что? Я думаю, что здесь вообще на какие-то личности, да, опираться не надо. Потому что он, значит, что-то опубликовал, это интересно, мы должны использовать это в своих целях, но вот сам по себе он, да, сам по себе, как бы он, ну, он нам, что называется, так сказать, неинтересен. Да, то есть будет он, не будет, потому что он может сделать, как вы сказали, а может сделать ровно наоборот. А если мы будем только это основывать только на данных Хёрша, это тоже неправильная позиция, то есть это так, невыгодная позиция. То есть Хёрш, значит, что-то озвучил, мы должны взять то, что он озвучил, а не его самого, да, и с этим материалом работать. А дальше он человек, так сказать, человек слаб, люди, значит, подвержены разным всяким, так сказать, страхам и страстям, поэтому где он там будет, что там с ним будет, с этим Хёршем, это уже вопрос старичный. Кстати, он продолжает раздавать интервью, вот последнее на интернет-портале democracynow.org. Он вновь объясняет решение Байдена взорвать газопроводы, чтобы отсечь Германию, Германии путь выйти из антироссийского соглашения, мол, пусть она поставляет исправно оружие и так далее. А ещё Хёрш сказал, что для США политические последствия будут колоссальными со временем. И он даже предположил, что в долгосрочной перспективе, вероятно, выход стран из НАТО. Но это он, наверное, замахнулся. Ну, в долгосрочной перспективе я тоже, вы, так сказать, свидетель. Я считаю, что американцы ломают, на самом деле, собственно говоря, всю ту стройную схему привлекательности западного, так сказать, альянса, которую они так долго лелеяли. А сейчас они, во-первых, с одной стороны, мне кажется, они пошли тоже в разнос слегка, а с другой стороны, видимо, им кажется, что бояться нечего. Хотя я думаю, что на самом деле это такая тоже, ну, в данном случае ошибка, потому что очень сиюминутная, да, такая очень тактическая, очень средневременное такое планирование, а может даже краткосрочное. В долгую, конечно, да, они подрывают это доверие. Вот, но когда это будет, как это произойдет, какие там эти последствия, так сказать, могут наступить, мы не можем точно сказать, да. Вот, я говорю, быстрых последствий, быстрых последствий, которые могут сказаться, например, на ситуации на Украине, скорее всего, не будет. Пока не видно для этого никаких признаков. Продолжение следует...